Всего три недели остается до начала нового учебного года. Власти заверили граждан, что возобновление дистанционной учебы осенью пока не планируется. Однако понятно, что традиционная учеба в период пандемии не останется преждей. Как готовиться к новому учебному году, дети и родители, пойдемте узнавать. Как готовимся, все закупаем. Тетрадки, обложки, ручки, констовары. Ну, ждем самых, не знаю, чего-то хорошего. Я думаю, что если купить все самое необходимое, то нужно выложить приличные деньги, чтобы подготовить ребенка к школе, собрать его. Надоело дома сидеть. И знания хочется получить. А вот расскажите, как считаете, лучше дистанционно обучаться или все-таки очень? Дистанционно тяжело на самом деле учиться, потому что когда у тебя учитель рядом находится, и с ним можно намного легче общаться и легче понимать все это. А когда ты дома находишься, на самом деле, тяжелее учиться. То есть материал воспринимается тяжелее. Честно, во время пандемии было очень сложно. Во-первых, было и обучение сложное, и морально это было сложно. То, что ты не понимаешь, когда это все закончится, ты не можешь строить свои планы. Ну, лично для меня это... Я держалась на морально выливых, честно. Очень было тяжело в эту атмосферу все влиться, и учиться было тяжело. Поэтому мы очень хотим, чтобы вернулось нормальное обучение, как это было раньше, чтобы мы увидели своих одноклассников, учителей, друзей школьных. Хочется прочувствовать это все опять. Многие врачи, в том числе доктор Комаровский, говорят, что дети гораздо реже взрослых заражают друг друга. И ковид для них не опасен. Но, тем не менее, риск заражения в школе есть. Как обеспечить безопасность для детей и учителей? Нужно следующее. Во-первых, у детей, чтобы был крепкий иммунитет. Это самое необходимое условие того, чтобы детки были здоровыми. Для этого нужно заниматься физкультурой почаще. Родители, на них лежит ответственность. Да, чтобы на глазах учителей притирали почаще руки. Маски-то я не знаю, чтобы способны или нет, но хотя бы рука. Руки, чтобы были чистые. Как, маски в первую очередь? Ну, второе – перчатки. Ну, и расстояние полтора метра. Масочки, естественно, все обработки должны быть. К 20 августа все школы должны быть готовы к приему учащихся. За оставшееся время родителям нужно купить все необходимое. А школьникам подготовиться к продуктивной учебе. А вот какой будет эта учеба, узнаем ближе к осени. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.